Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня мы проводим высадку огурцов для выращивания летне-осеннего. Весенне-летнее выращивание уже подошло к концу. К сожалению, огуречная культура имеет свойство быстрого старения. То есть в июле месяце огурцы высажены ранней весной, уже состаревают до такой степени, что поражаются вредительными болезнями и нет смысла дальнейшей борьбы за продолжение плодоношения. Легче старые кусты удалить с участка и высадить на их место новые, свежие, молодые, чистые от болезней и вредителей кустики, чем собственно сегодня мы и занимаемся. И в этом видео я расскажу, когда лучше всего, в какие сроки провести такую замену. Ну и непосредственно сама высадка рассады. Рассада, которую высаживают сегодня в эту теплицу, выглядит на данный момент вот так. Выращивается в кассетах, в кассете сейчас я скажу 6 на 10. 60 ячеек в кассете. Возраст этой рассады порядка 14 дней. Летом рассада огурца подрастает очень быстро, поэтому так следует рассчитывать, чтобы рассада не перерастала. Вот 14 дней, вполне развитая рассада, которая сейчас идет на высадку. Обратите внимание, что в кассете, если ее сейчас еще немножко начинать передерживать, то рассада, конечно же, подтянется, ее качество потеряется. Теперь, что касается подготовки почвы. Друзья, вот почва была вспахана, закультивирована буквально сегодня, перед самой высадкой, для того, чтобы не потерялась влага из этой почвы. Если бы мы вспахали, допустим, 3-4-5 дней, то по этой жаркой погоде почва очень быстро бы пересохла. И корневая система при ненадлежащем поливе с нашей стороны, конечно же, перестала бы развиваться в стороны. Давайте посмотрим, как технологически проводится высадка. Прежде всего, размечаются лунки, будем так говорить. Вот видите, на трубах отопления очень удобно было разметить расстояние между лунками по 50 сантиметров. Причем ряд, который вот с этой стороны от труб в одном порядке, а в противоположной стороне, то есть соседний ряд, будет расположены кусты уже в шахматном порядке. Почему это важно, именно такая схема высадки? Потому что со временем, в сентябре, в октябре месяце начнется более раннее потемнение, то есть укорачивается световой день. И чтобы растения как можно меньше затеняли друг друга, а как известно, растения огурца достаточно светолюбивая культура, поэтому дополнительная порция света, которая сможет проникать за счет посадки в шахматном порядке, будет растением не лишней. Итак, проводится раскладывание. Ну вот смотрите, как выглядит корневая система на данный момент. Вот так в среднем выглядит растение. Друзья, ничего сложного. Единственное, что скажу, вот комки такие в почве попадаются. Это перегной, точнее это навоз, коровий навоз. Вот именно огурец хорошо переносит, ну видите, что-то перепревшее, но что-то есть частично и свежий навоз. Огурец, свежий навоз, внесение под него, достаточно легко переносит. Под помидоры свежий навоз вносить было бы нельзя. Высадка не занимает никакого труда. Делается углубление, помещается ком, торфо-корневой вот этот, и засыпается. Можно ли огурцы заглублять? В принципе, можно, ничего страшного нет. Огурец с легкостью выбрасывает дополнительные корешки на стебли. Так что до 7 доли практически огурчик можно заглублять. После высадки сразу же проводится обильный полив, но не простой водой, а с добавлением превикура. Превикур, друзья, как известно, очень хорошо помогает против развития корневых гнилей. Поэтому 25 мл превикура на 10 литров воды и проливаем полученным раствором. Огурчики под корень – это залог того, что растения огурца длительное время будут оставаться здоровыми и не будут поражаться этим грозным заболеванием корневой системы. И по срокам, друзья, вот я не сказал в начале видео, что замену культуры мы проводим во второй половине июля. На днях будет у нас 1 августа. Вот мы проводим высадку и планируем собирать урожаи, обильные причем урожаи, потому что хорошо выращена рассада, хорошо подготовлена почва, пленка в теплице у нас накрыта, схема посадки соблюдена и проверена временем. Поэтому мы планируем до ноября месяца, но все зависит во многом, конечно же, от погоды и от длины светового дня, как все будет это происходить в дальнейшем. Посмотрим, но желательно до ноября месяца, конечно же, растянуть плодоношение вот этих молодых растений. Отопление в теплице у нас есть, это водяное отопление. В случае необходимости теплица будет закрываться на ночное время и протапливаться. В дневное время, по возможности, будет теплица приоткрываться для того, чтобы проводить проветривание воздуха с целью уменьшения риска возникновения различных заболеваний. Если кто-то захочет продлить плодоношение огурцов, и вы высаживали еще ранее весной, то легче и экономически более оправданно все-таки провести замену культуры в течение сезона и продолжать сейчас выращивать молодые растения. Они догонят и перегонят, если бы мы оставили старые растения, которые уже на излете, как говорится, которые уменьшают с каждым днем плодоношение, и качество плодов уже ухудшается. А некрасивые плоды – это, естественно, снижение конкурентноспособности на рынке. Понятно, что такие объемы высаживаются для дальнейшей реализации, для того, чтобы… с коммерческой целью, друзья. Вот, собственно, на этом видео закончу. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. До новых встреч.